Миф о лесных нимфах. Рассказ из истории. Здравствуйте, дорогие мои друзья и подписчики. Давненько меня не было, но ничего, я уже здесь. И были у меня затрудненности в домашних условиях. Но они уже решены. Но не суть в этом. Сегодня я хочу вам рассказать, кто такие эти лесные нимфы. И что они из себя представляют. Надеюсь, вам понравится мое видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Мне будет очень приятно. Нимфы. Это статья об античной мифологии. О стадии развития насекомых. Смотрите «Нимфы биологии». Нимфы. Древнегреческая нимфа невесты. Божества природы. Древнегреческая мифология в виде девушек. Предстворяющих различные живительные и подосные силы земли. Природные объекты и явления. Каждая нимфа – это покровительница определенного объекта или явления природы его душа и воплощения. Мир нимф. Древнегреческая мифология – один из самых обширных. Одних только океанит. Нимф. Древнегреческая мифология. Древнегреческая мифология. Назывались ариадами и агростинами. Нимфы лесов и деревьев – дриадами и гомодриадами. Нимфы водных источников – наядами. Нимфы моря – нереидами. И так далее. Одна из самых известных нимф – горная нимфа Эха. Пособная повторять чужие слова, считалось, что это именно ее голос. Мы слышим в горах и пещерах в ответ на свой громкий крик или фразу. Для древних греков нимфы были одновременно и реальными объектами природы, и прелестными божественными созданиями. В произведениях греческих поэтов нет восторженных описаний природы, свойственных современной литературе, потому что сама природа для них не была чем-то абстрактным. Она имела облик нимф и их голоса. Например, исходя из того, что нимфы рек ручьев отвечали за полдородие полей и лугов, за обилие пчел зарос стад домашних животных и древних грек. Выходя за городские ворота, звучание ручьев в шуме деревьев, в жижании пчел и даже в мычании коров слышал голос именно нимф. Культ нимф был культом природы. Обычные нимфы были милостивы и благосклонны к человеку, но могли и наказать тех, кто совершил поступление или не проявил к ним должного уважения. Тогда они насылали безумие, и это наказание было страшнее многих других. Но порой в связанных выкриках и словах безумного его соплеменники находили частички мудрости, что позволяло им рассматривать того, как прорицателя, с которым нимфы делятся тайными о силах и деяниях природы. Жили нимфы вдали от Олимпа, в своих лесах, полях, пещерах, но часто посещали его, будучи названными туда кем-либо из олимпийских богов ради какого-то дела, но чаще для развлечений. Таким образом, нимфы вели как примитивный бытово-перыводный образ жизни, так и изысканно-тонченно-светский. Обычно все определялось классом, которому принадлежала нимфа. Кому-то суждено было охранять луга, леса, болота, а кто-то входил в войск от Олимпийцев. Нимфы часто вступали в половую связь с олимпийскими богами, людьми и божествами, героями, а иногда даже людьми, поэтому они стали родителями многих персонажей лидической мифологии. Большинство половых контактов было коротковременным, но были и долгосрочные союзы, так и Нерияда, Амферитита, став женой владыки Марии Поседона, заняла очень высокое положение и почиталась как богиня. В высокого класса аналогично возвысилась Океанида Метида, первая супруга самого Зевса, зачавшаяся от него Афину. Нимфы, долгоживущие создания, воплосят бессмертие, хотя есть исключение. Дриады, нимфы, проковительницы деревьев, умирающие вместе со своим древом, даже наяды нимфы рек, учёв и азио, которые умирали, если их водный объект пересыхал. Или посвящали нимфу, гроты и пещеры делали танцы святейшие. Жертву нимфов приносили кост, телят, молоко, масло и вино. Изображались нимфы в виде прекрасных обнажённых или полуобнажённых девушек, распущенными волосами, с убором из венков и цветов, иногда в поде танцующих ариады, часто представлялись сидящими задумчивостью на высокой скале. Нимфы почитались не только в древности Греции, но также в Древнем Риме, хотя и гораздо меньше в мире, поскольку божествление природы там было менее выражённое. Древнегреческим водным нимфам наядам соответствуют древнеримские нимфы, божество пресной воды. В древнем городе Риме имелся специализованный храм нимф. Другие нимфы – Арсеиды, Нимф, Долины и Рощ, Нимы Нады, от греческих озера, болота, группа, Нимфы озёр, Напеи, Нимфы долин, Пегаи, Плеяды. Честь Нимф, названный Астероид, 875, Нимфея, открытый в 1917 году. Ну, на этом у нас всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик. В следующий раз моя история будет очень и очень намного интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!